Доброго времени суток. 17 октября 2018 года мобильный оператор МТС запустил еще один непубличный тарифный план с неприлично большой абонентской платой. МТС для своих. Почему еще один? У МТС имеются очень неплохие тарифные планы. Супер МТС для своих, с приличным пакетом минут и без абонентской платы. Смарт для своих, с пакетами минут, смс и мобильного интернета, за крайне скромную абонентскую плату. Ультра для своих. 50% скидка на абонентскую плату для тарифного плана Ультра, с огромными пакетами минут, смс и мобильного интернета. Теперь же появился новый тариф из серии для своих, но уже с безлимитными пакетами. Давайте рассмотрим его параметры и сделаем вывод, так ли он хорош, как его собратья. Абонентская плата. 4500 рублей в месяц. Пакет минут. Безлимит на любые номера России. Пакет смс. 500 единиц на любые номера России. Мобильный интернет. Безлимит по России. При использовании файла обменных сетей, например торрентов, скорость ограничивается до 128 килобит в секунду. Раздавать мобильный интернет по Wi-Fi, Bluetooth или USB можно, но это происходит в рамках услуги режим модема. Первые 50 мегабайт в день бесплатно, далее 50 рублей до конца суток. Исходящий смс после окончания пакета смс. 2 рубля за сообщение на номер домашнего региона, 3 рубля 80 копеек на номер другого региона. Данный тариф подходит для смартфонов и планшетов. Для модема он не предназначен. При использовании тарифного плана МТС для своих в модеме доступ в интернет ограничивается. Как же перейти на этот тариф? Изначально в техподдержке МТС сообщили, что тариф является не публичным и для перехода на него нужен специальный код. Это касается и других тарифных планов линейки для своих. Однако позже оказалось, что перейти на тариф все-таки можно. Для этого необходимо набрать команду звездочка 111 звездочка 1321 решетка. Условия безусловно интересные, ведь после закрытия для подключения тарифа поговорим от Билайна. Тарифных планов с безлимитными исходящими на любые номера России не осталось. В плюс к этому прилагается безлимитный мобильный интернет, который действует в поездках в России и который можно раздавать, хоть и платно. Но если посмотреть на абонентскую плату, то все эти позитивные параметры меркнут. Она составляет аж 4,5 тысячи рублей в месяц. При этом, если на начало абонентского периода у вас будет недостаточно средств на балансе, то абонентская плата составит 195 рублей в сутки, то есть 5935 рублей в месяц. Забавно, но даже в других регионах, где обычно абонентская плата значительно ниже, чем в Москве и области. Для тарифа МТС для своих она составляет все те же 4,5 тысячи рублей в месяц. Например, в Липецкой, Кемеровской и Владимирской областях. Безусловно, есть люди с солидным достатком, которые, возможно, готовы отдавать за мобильную связь 4,5 тысячи рублей в месяц. Но если честно, то тариф выглядит неоправданно дорого. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.